Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, из Финляндии. Я пришла в призму, хочу сделать маленький обзор, можно ли купить бюджетный купальник в плюс сайз на лето. Большая реклама идет по телеку, ну и конечно не могла пройти мимо мумиков, новые мумики. Вот здесь у нас платье-туника, футболки, посмотрите как здорово сделано, то есть мне всегда нравится, что у футболки есть длина и она прострочена вот так в два ряда, если не дай бог какая-то нитка зацепилась, не так что отрывается, просто на раз-два-три весь подол. Ну и здесь у нас Нушка Муйкулен, вот этот рыбак и Муми Пейко сидят, какая красота! Да, конечно мумики раскупаются на раз-два-три, это мы все прекрасно понимаем. И здесь к этой тунике еще можно купить вот такие лекингсы, ой, но в таких парточках точно не проходите мимо будет из этой серии, какая милота! Ну и всегда есть на эту красоту скидку, скидки помните, если у вас есть S-карточку, ее можно оформить, они рекламируют 15% скидки. И здесь у нас худи желтая и розовая, ну и конечно вот эта самая противная девчонка, которая говорит таким голосом, это у нас Пейко Мюю. Да, конечно мумики продаются в Финляндии очень хорошо, покупают и взрослые дети, ну и взрослые много раз покупают вот из этой серии худи, туника, платья и так далее. Все собрано вот так, ну и посмотрите, какая милая тельняшечка, тоже вот с этой противной девчонкой Пейко Мюю. Ну и здесь у нас все финское собрано, вот и так, здесь у нас Нансо. Я только показываю вот эти полосатые в Тампере в центре, в Коски Кескус, там большие скидки сейчас на Нансо, конечно в Нокии есть Оутлет, я очень советую, если по Финляндии вы тусуетесь в Нокию в Оутлет, заехать нужно. Ну и конечно там вы нароете хоть, как говорится, что хоть слона на веревке, там есть все, и носки, и колготки, и ночнушки и так далее. Но я пришла поснимать купальники, и помните народ, упаковки открывать нельзя, здесь у нас висят образцы, то есть если вы чем-то интересуетесь, вот здесь висят образцы. Ну и какой же купальник купить в плюс сайз, раздельный или отдельный, или сплошной? Вот я всегда за раздельный, мне кажется, что когда человек для себя решил, никто его не может уговорить. Ой, да в плюс сайз только в сплошном купальнике, вот эти телеса, вот эти жиры и так далее. Я всегда, как говорится, за то, что если тебе самой комфортно, хоть бы какие телеса у тебя не были, почему, как говорится, нет. Но всегда мера приличия должна быть, иногда смотришь женщины очень большого размера, но купальник куплен не по размеру, он впивается в телеса, в попу, и вообще такое впечатление, что попа съела половину трусов. Да, иногда в Турции отдыхая, смотришь на этих дам и диву даешься, но это получается только из-за того, что люди, собираясь на море, на отдых, не примеряют то, что они кладут в чемодан, и достав, вот такое получается. О-о-о, то есть ты растолстел за зиму, бывает такой раз, как говорится, и квас. Но опять же, финны всегда говорят, фива кумайсто, хорошо, что есть аппетит, потому что анорексией тоже страдают люди, и на пляже много раз видно вот эти спинки ментая, то есть, конечно, кожа обтянутая костме, то есть, конечно, это тоже не все очень хорошо. Какую застежку выбираю я? Очень нравятся застежки металл, она, конечно, держит лучше, но, к сожалению, не всегда металл продается, пластмассовые застежки есть, но они, к сожалению, быстрее ломаются. И мне нравится вот такая модель, где чашечки зашиты, а нет этого кармана, потому что если чашечка не прострочена, и она намокает, она начинает деформироваться. Вот такую модель не покупаю я, только из-за того, что я люблю нормальные бретельки, а не такие, которые только, вот как говорится, за шею. Ну и трусики, ну, я покупаю только высокие, да, конечно, сейчас модно, чтобы все было открыто, но я считаю, все равно приличие какое-то должно быть, если ты девочка-стройняшка и покупаешь купальник в Хенке и Маука, Хо Энд Эм, это совсем другое, но я здесь показываю купальники для пухляков, и размеры есть до 3XL, то есть, никакая не проблема. И вот такие трусики, где наверху вот так перевернутый материал, сделан запахом, это всегда здорово, то есть, если даже присутствует какая-то складка на животе, и вы надеваете, как финны говорят, силия трико, вот такой трикотаж, который сделан в аптегон, конечно, да, каждая складка будет видна. Здесь вот будет, знаете, как, как говорится, спрятан вот этот момент. Сейчас модно вот такие юбки-шорты, мне это самой не нравится, но, с другой стороны, я знаю, что, да, многие хотят вот это место прикрыть, почему бы, как говорится, и нет, главное, чтобы самой нравилось, и помните, народ, в Финляндии купальники мерить можно и нужно, там есть специальная вот такая пластмассовая или, наверное, из клеенки штучка, которую потом не забудьте снять, и тоже много раз плавая в бассейне, вот эти все от липучки плавают точно там же, так же, то есть люди покупают, но забывают ее открепить. Мне нравится вот такой топиком, да, если, например, руки плохие и очень тяжело эту застежку застегнуть на спине, топиком тоже, мне кажется, очень здорово можно натянуть. Ну и, конечно, вот такой вариант для плюс-сайз, это самое то, то есть, действительно, купальник, мивоптигон и вот эта складка даже на животе, то, что сделано, это тоже все очень здорово. Вот такой купальник я не советую, если большая грудь. Здесь нету, вот знаете, как вот в этой модели мне нравится, что сделано под грудью, то есть в мокром виде грудь будет держаться, а не получится так, что вы вышли из бассейна, грудь соскользнет и она будет у вас лежать на пузейне, скажем так. Я, может быть, не очень культурно, как говорится, рассказываю, но женщина в плюс-сайз 100% поймет, что я имею в виду. И вам все время нужно будет эту грудь свою подтягивать обратно вот в эту чашечку. Лучше вот такой купальник, который отрезной под грудью, даже в мокром состоянии, если вы вышли из бассейна или из моря, не то, что получится, вам нужно все время свою грудь будет держать руками, если грудь большая и тяжелая. Да, вот эта модель самая шикарная, потому что, посмотрите, здесь и юпочка прикроет все то, что мы хотим прикрыть. И здесь у нас вот эта еще складка материала, которая идет по фигуре, то есть не так, что тебе нужно будет выходить из воды и втягивать в живот, в себя, чтобы вот этот пузень, как говорится, не висел. Вот эта складка, это просто находка для женщин плюс-сайз. И хорошие, хорошие тесенки, то есть не получится так, что тоненькие вот эти лямки будут впиваться прямо в телеса. Но вот этот купальник просто шикарный. 44,95 и какая веселая расцветка, прямо точно Гавайские острова. Будете самая красивая вот такая плюшка на этом пляжу. И до 3 XL есть размер. Очень красивый купальник. Ну и, конечно, на цвет кожи тоже нужно смотреть. Если кожа синевой и вот такой синевой купальник вы покупаете, вы будете еще синее, чем есть на самом деле. Ну и многие думают, ой, я куплю черный, я буду самая вот такая красивая. Да, после зимы много раз кожа шелушится. И на черном купальнике вот это шелушение, перхоть будет вся видна. То есть это тоже не все очень хорошо. Ну и, конечно, много раз люди покупают дорогой купальник и губят его просто за один сезон. Купальник нельзя стирать в стиральной машине, потому что вот этот кондиционер и все эти средства, к сожалению, съедают люкру на раз, два, три. Нужно стирать только руками. Я, к сожалению, руками ничего не стираю и рассуждаю так, что мои руки дороже, чем купальник. Лучше купить новый купальник, чем купить новые руки. Но, опять же, я купальник всегда кладу в мешочек и пытаюсь не добавлять кондиционер, когда стираю купальник. После того, как мы приезжаем с юга, я хочу, конечно, постирать его в машине, чтобы выстиралось все это масло, вся эта хлорка после бассейна, после соленой воды и так далее. Конечно, купальник нужно стирать. И резинка съедается очень быстро. Если вы пользуетесь какими-то вот такими средствами, не получится так, вы достаете купальник на следующий год, пытаетесь его надеть, чтобы примерить. И резинка делает вот так. То есть она съела вот это средство, съедает эту резинку и она просто крошится. Очень большой выбор сейчас. Новые летние одежды на лето 2023 призма приятно удивляет. И мне всегда нравится, что есть большой выбор финского, а не только, конечно, это китайское. Ну и вот такое бюджетное висит. Я, конечно, называю это тряпьем. Это даже вещами назвать нельзя. Много полиэстера, много вот такого. Но, с другой стороны, за 20 евро, если вот такую тряпку на лето можно купить, почему бы нет? Относил сезон и, как говорится, до свидания. Я такое не покупаю и призываю всегда включать холодные мозги. А здесь вообще брак. Вот, пожалуйста, нитки висят. Включать холодные мозги и перед тем, как открыть кошелек, еще раз подумать, хочу ли я это купить или нужно мне это купить. Ну и вот такое полиэстер 100% можете представить, если на юга, вот в такой синтетике, в полиэтиленовом пакете, да вы просто будете исходить холодным потом. И, конечно, никакой кондиционер не поможет. То есть, всегда, конечно, материал тоже нужно смотреть. Лучше купить одну вещь более приличную, чем накупить вот этого полиэстера 25 штук. То есть, берем количеством, а не качеством. Покупаем, а не скупаем. Ну и, конечно, всегда сохраняем чек. Если вы купили какое-то платье или что-то, сделанное в понедельник, всегда можно сделать рекламацию. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампери, из Призмы. Всем физкульт-привет. Пожалуйста, напишите комментарий и поставьте палец вверх. Всем хорошего лета. Если собираетесь в отпуск, примеряйте то, что вы складываете в чемодан, чтобы потом не получилось, как рассказываю я.